честно говоря это моя первая массовая конференция я даже не ожидал что дадут такое задание попросили собраться группой и обсудить задание древ сдал вы прочитали какое задание значит задание как протягся опирается на шабду такое вот задание то есть каждый высказывается буквально по несколько минут как он это понимает и приводит какие-то примеры может быть из личной жизни юрий вы нас слышите да да слышал меня слышно да хочется я очень на вас рассчитывала что вы нам сейчас что-нибудь задвинете про шабду шабу да потому что юрий 15 лет если я не путаю изучает ведические знания как какое ваше понимание можете нам рассказать и какой-то пример привести как протягши опирается на шабду я думал что-то вы нам расскажете я честно говоря не готовился я могу попытаться экстромтом сказать то есть когда мы изучаем священные тексты вот то постепенно наше понимание мира меняется и мы начинаем смотреть на мир через призму священных писаний вот такое у меня понимание согласно да конечно на соведении мира она очень сильно зависит от той парадигмы а той парадигма которая находится у нас сознание вот если у нас парадигма материально мы считаем себя телом вот то мы смотрим на мир и видим все в соответствии с тем как я могу это использовать для своего тела то есть как я могу использовать то чтобы я вижу вокруг себя для того чтобы наслаждаться а если я изучаю священные тексты моя парадигма постепенно меняется и тогда я соответственно смотрю уже моя протягши она становится другой это называется видение мира глазами священных писаний правильно наверно правильно это ваше личное понимание может быть кто то еще что-то свое понимание выскажет вот денис может быть но личный опыт личный опыт он у всех естественно с рождения разный и проходя естественно свою жизнь он накапливает себе очень много отпечатков воспоминаний которые его и ведут по жизни вот а как и все эти воспоминания они могут быть не авторитетными лишь потому что мы не всегда можем опираться на них ну точнее почти все на них опираются но они могут быть ложные ну к примеру я нотка с алкоголем то же самое употреблять его в принципе кайфово ты с него кайфуешь у тебя там легкость разума ты такой весь открытый и естественно ты по личному опыту думаешь о классно я открытый то есть я могу с людьми пообщаться я такой веселый у меня отходит назад негативные какие-то эмоции все я такой прям классный и по личному опыту если судить то это круто на самом деле если ты пьешь алкоголь через некоторое время на тебя естественно нападают разные болезни и ну от этого не комфортно становится это по личному опыту я знаю потому что долгое время я употреблял алкоголь и в один прекрасный момент так сильно напился что не помнил как домой дошел и естественно по личному опыту и в данный момент я уже понимаю что это не то что нужно ну а когда начинаешь изучать священное писание ну я точнее где-то наверное год назад с этим столкнулся начал понимать что я живу в каком в каком-то мире и в этом мире по-любому есть какие-то правила самое главное где эти правила найти я искал их искал и в один прекрасный момент натолкнулся на такую мысль что на есть писание и у владимира я услышал про веды и начал их изучать я начал с хагавадгиты и сначала я прослушал не так было удобнее как-то и действительно начинаешь понимать что не все так как нам говорили поэтому лучше естественно опираться на авторитетный источник нежели на личный опыт ну как-то так здорово александр вы нам что-нибудь скажите по этому поводу я не могу сказать я потому что не читал очень не с вами не проходил этот урок протягшие отличный опыт а шарда это авторитетные знания ну например личный опыт что ребенок на морозе берет и облизывает металлический столб а шарда нам говорит о том что на морозе влажное и липкое прилипает к металлу и объясняет на основе чего это происходит какие физические процессы к этому ведут или мы например слышим от родителей что не ешь там допустим шоколад это вредно или там не кури сигареты это вредно а потом мы находим авторитетное исследование допустим врачей которые говорят что курение приводит к раку и на нашем примере трансцендентные ведической психологии то есть наши чувства могут быть несовершенны это как мы себе представляли мир и взаимоотношения с людьми они могут быть достаточно нефти не авторитетные в рамках вселенского масштаба и для этого на помощь приходит шапта шапда авторитетное здание и мы можем уже опираться на них не сверять свои личные чувства свои практические реализации с тем что написано в священных книгах в авторитетных источниках очень часто приводят пример когда ребенок не знает кто отец и он может сам думать предполагать а может быть сосед дяди Вася а может быть сосед дядя Коля а может быть вот этот дядя который с нами живет и авторитетный источник мать говорит да вот этот мужчина который с нами живет это и есть твой отец вот такой вот пример на бытовом уровне у вас есть какие-то такие примеры которые вы считаете что протягшая личный опыт взаимодействует и опирается на шабду всегда так говорю я я иногда будет немецкие слова это потому что я не могу всегда должен личный опыт бы разницы нету сколько тебе говорят он если возьмешь курить я молодости курил да сколько курил год-два я курил потом ты понимаешь что это не твоё и бросаешь курить пробовал траву курить да пробовал пару раз и понимал что это не моё потому что почему потому что мне дешевле сигареты курить потому что голова того крутится этому крутится и потом откидываешь это так же и с алкоголем алкоголь пил да мог много употреблять мог много употреблять но до какого-то времени его употреблял потому что один раз такой был я знаю день я знаю когда это было я знаю у кого это на день рождения было я смешал все что там было я даже не опьянел но мне до того было начало как сказать что я долго шел и каждый 50 метров там облегчался все потому как это ты знаешь а что это нельзя это нехорошо и алкоголь я потом не пью если я например кто если сядем например там как сказать друзья или знакомые там гуляем они пьют там алкоголь я говорю эти пети я беру кофе я беру свое там это это немножко для меня потому что я кофе употребляю слышу что это кофе плохо но это для меня чё-то как сказать более менее новое я знаю что кофе например повышает там ну со спортом что немножко как можно быстрее это лучше установиться ну что так сильно это это я для меня например что там вас это очень новое такси не это не воспринимал и сведо я тоже так много не имею и сведо тут знакома чтобы не услышала а расскажу немножко историю если время есть я живу я разошелся это с бывшей супругой я живу в доме ну как у нас во дома и рядом со мной бывшие родители я понимаю с ними очень хорошо с этой знакомой то что у нее есть ребенок так как я слышал это что или а до этого видео смотрел что чужой ребенок там плохо туда-сюда ну моя практика показывает мне для соседа то я тоже чужой значит то что мне рассказывали то что я смотрел это неправильно потому что моя практика мне показывает что я соседа я с чужой а я с ним общаюсь я даже хорошо общаюсь а после того даже как жена как ушла от меня а как это прикасается с истинными знаниями на ваш взгляд да истинными знаниям аль-за практика для меня практика потому что я например люблю немножко читал новый завет я так немножко помню а старый завет там они столько зверей дубасили думаешь они наверное트 этом передубасили как забили зверей потому что столько много зверей это убивать Это слишком много. Не знаю, как-то для меня немножко там сказки были в старом занятии, потому что столько много зверей убивать, ну невозможно. И я считаю, что практика своя. То, что ты прожил, то ты можешь сказать, а так, что кто тебе что-то рассказывает, это просто чужое мнение. Александр, а вы читали Бхагавадгиту? Нет, нет, я новый старый завет, новый завет я прочитал. Я просто себе взял так, как сказать, спортивную, как эстафету, что я прочитаю Библию, самую такую большую, как, ну, как многое, что это, ну, как производят книгу. Я хотел просто ее прочитать, но мне надоело эти звери, ну, как убивать то, что звери. Вы попробуйте действительно почитать Бхагавадгиту, лишь потому, что там очень понятным языком объясняется это все. То есть, прям как будто вот ты читаешь сказку, но она идет в такой форме, и она дает очень такой большой пласт знаний. А тем более, если ее 2-3 раза перечитываешь, то там вот это вот все прям такие, как сказать, озарения приходят. Думаешь, а, как так? Так что попробуйте в любом случае. Я вам напишу, Александр. Павел, Павел, вы нас слышите? Вы что-нибудь расскажете нам? Вот такое задание поступило. Что значит Пратьякша опирается на Шабду, где Пратьякша личный опыт, а Шабда авторитетный источник. У вас есть что сказать по этому поводу? Ну, слышите меня, да? Да. Да. Здравствуйте еще раз всем. По поводу личного опыта, да, он личный опыт бывает у нас, ну, обманчивый, потому что самскары, наши отпечатки, они, ну, порой очень, ну, как я о себе говорю, у меня много грязных самскар, да, и поэтому для меня авторитетный, это название забываю, Шабд, 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 Шабд. Авторитетный источник, ну, это, как бы, пишется в ведоме, да, что Бог, авторитетный источник, у нас все знания оттуда уйдут, и для меня это подходит, и, ну, вот так, не знаю, чей-то волосы. Хорошо. А Виктор? Здравствуйте, Юля. У меня есть несколько хороших примеров, когда я опирался на личный опыт, и говорил, что это авторитетный источник, ну, когда курил траву, и когда пил кофе, последний раз выпил кофе 26 месяц, как будет, января, декабря, вот, прошлого года, ну, я думал, что кофе это нормально, что заряжает энергией, что хорошо влияет на организм, на здоровье, а когда столкнулся с протягшей, да, получил авторитетные знания, это Владимир Древс, который опирается на личные источники, у него есть видео, где он говорит там о вредке кофе, да, и когда я просто понял, как оно разрушает психику, это раджа гуна, это средние вибрации, ну, понял просто, что кофе это не мое, и с того момента я просто перестал без кофе. Вот, по поводу марихуаны, это тоже было тогда, я говорил, ну, на личном опыте, что это, ну, находил в интернете, что оно полезно, я считал, что это авторитетный источник, вот, и на личном опыте у меня тоже было, что ясность мысли, озарения, знания какие-то приходят свыше, но как это все оказалось, это просто иллюзия, вот, и когда просто больше немножко разобрался в этом, да, то, в принципе, понял, да, что, по-моему, ошибался, да, вот, в принципе, поэтому разум, да, он может просто опираться не на те знания, которые, там, да, мы считаем авторитетными, поэтому нужно, да, обучать, изучать, да, священные писания, там, слушать Хакимова, Тарсунова, там, да, это те ребята, которые дают авторитет и источники знаний. В принципе, как-то так. Здорово. Что-нибудь еще есть кому дополнить? Или для первой нашей встречи достаточно? Юля, скажите, а еще по этой теме, вот я тоже с Владимиром задавалась вопрос сегодня в чате, когда вот общаюсь с человеком, а он что-то рассказывает, кого-то перетекует, но делает это не на эмоции, а я, ну, не поглощаясь этот разговор, просто становлюсь как наблюдателем. У меня все равно в подсознании остаются отпечатки, которые формируют мою жизнь, или они остаются, но не настолько существенно влияют на нее? Все, что вокруг нас происходит, и любое событие, в котором мы принимаем участие, так или иначе оставляет отпечатки. Но они могут быть позитивные, негативные или нейтральные. Ну, когда вы стоите в очереди за хлебом, это тоже отпечаток, но нужно понимать, то есть все, что с нами происходит, оно для чего-то происходит. То есть, если мы так или иначе задействованы в каком-то конфликте, значит, перед нами разворачивается какая-то игра. И надо понять, а что бы я мог для себя полезного из этой ситуации извлечь? Вот и все. То есть, чему я могу сделать? Ну да, это как каждый человек для нас учитель. И если каждый человек видит учителя, то можно быстро прогрессировать, тогда и духовно развиваться. Да, на самом деле это, конечно, очень сложно. Иначе мы бы тут все святыми стали, если бы мы так рассуждали. Потому что в основном все на эмоциях действуют. Но это нормально, это наша человеческая природа. То есть, если будем потихоньку продвигаться, то, глядишь, к концу жизни станем чуть-чуть подуховнее. А еще вам вопрос, если можно, Юль. А вы уже сколько веды изучаете и сколько вы регрессологией занимаетесь? Регрессологией? С 2011 года. Просто то, что я делаю, я это делаю через космоэнергетику. Космоэнергетика – это такое направление, которое даже сейчас внесено уже как ответвление Всемирной организации здравоохранения. Федерация космоэнергетов зарегистрирована в Риге. То есть, это некая попытка управления энергиями. То есть, когда бабушки-целительницы зубную боль снимают или там и коту заговаривают. Так или иначе используется энергия. И есть определенные методики на ученой основе. Был такой ученый Петров, который изучал это еще во время СССР. И он выяснял, как работают тонкие энергии. То есть, есть энергии магнитного поля, электроэнергия. А есть именно тонкие энергии. Это наша аура, энергия нашего тонкого тела. Какие-то биоэнергии, когда мы можем там боли какие-то снимать у каких-то живых существ. И я занимаюсь регрессией, то есть через космоэнергетику. Когда вот то, что Владимир Древс рассказывал, что мы имеем возможность подключаться к вселенскому подсознанию. То есть я прям выстраиваю некую информационную воронку, когда человек через третий глаз подключается к этому вселенскому полю. И необходимая информация к нему приходит в виде образов. И он это просто видит. А потом люди могут перепроверить даты, название населенных пунктов, то есть что-то, чтобы подтвердить. То есть те, кто жил вот буквально недавно, скажем, в прошлом веке, да, это зафиксировалось где-то, какие-то архивы. И ученые это сейчас все изучают очень активно. Так что... Ну это тоже пример шабды, так? Да, да. То есть это не личный мой, скажем так, не личная моя придумка, а я, безусловно, опираюсь и на священные писания, и заручаюсь поддержкой старших преданных, которые мне, ну как бы, благословляют этот вид деятельности. Ну вот как-то так. Спасибо. Ну что, все, на сегодня тогда закругляемся. Юля, а вы сами-то не поделились своим пониманием, а Юля? Почему? Я поделилась. Да? Конечно. Целых три примера привела в самом начале. Про язык, прилипший к металлическому столу. Про вот как раз регрессологию, да, вот с Виктором совместный вывод, что действительно, то есть есть, например, бабушки, которые лечат, и это просто их личный опыт, то есть их научили, а есть именно шабда, то есть то, что подкреплено какими-то исследованиями, знаниями. То есть они могут как научный подоплек иметь, так и какие-то священные трактаты, которые тысячелетние имеют уже историю свою. У Иисуса, да, у Иисуса Христа, знаете, ну в Библии есть такое, что воль прям по мановению руки, знаете, есть такое выражение, то есть прошло как по мановению руки, то есть вот это словосочетание по мановению руки именно вот говорится о тех людях, которые энергетикой лечат. Сколько времени вы уже в ведической традиции, Юля? Мне интересно. С 14-го года. Началось все с Тарсунова. Мы поехали к нему на фестиваль «Благость», вот, и уже стали углубляться. А там вот Тарсунова еще сейчас в фильм вышел «Благость», да? Да, да. Я тоже немножко смотрел. Да, через него очень много людей приходит к ведическим знаниям. Уполномоченная личность. Да, да, здорово. Ну что, уважаемые мужчины, давайте закругляться на сегодня, да? Закрываю конференцию. Всем удачи. Благодарю вас, что помогли сегодня мою первую конференцию провести. Ну что, в следующий раз будет легче? Я обычно просто один... Нет, выступать я не боюсь, что ж. Я просто первый раз, даже в техническом плане, вот. Нет, я говорю про то, что... Один на один привыкла. Нет, я говорю о том, что нам будет всем понятнее уже, что нам делать. То есть как-то подготовимся уже. Да. Ну вот резко он дал задание, говорит, собирайте все группы и обсудите в группах. То есть раз в неделю предполагаются вот такие сборы. Прекрасно. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Всем удачи. Спасибо, Юрий. Взаимно. Пока.